Всем привет! Меня зовут Юля, вы на канале о вязании. Сегодня у нас 23 апреля. Этот месяц подходит к завершению и я не хочу пасти задних, хочу, чтобы у меня было много готовых работ, ну хотя бы 3-4. Поэтому я вот решила связать юбку для своей старшей дочки. Говорила, что должна ее закончить, но так и не закончила, потому что были домашние дела. Поэтому это видео будет о моих продвижениях и покажу вам одну готовую работу, которую я показывала. Это джемпер, который вязала из бобиной пряжи, там 30% кашемир, 70% меринос, как джемпер смотрится после ВТО. Если вам интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Возле подписаться не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моем новом видео. Ну и конечно ставьте лайк, мне будет очень и очень приятно. Я стараюсь для вас, стараюсь вас вдохновлять, показывать какие-то новые модели, ну и что-то вам интересное рассказывать. Сейчас хочу показать юбку, мне осталось совсем ничего. Сегодня, думаю, фото будет в инстаграме, где я оставлю вам схему этого узора. Говорю же, ну вот здесь как бы можно немного увидеть этот узор, это ромбы. Он такой прям теневой-теневой, но очень красивый. Я даже хочу вам сказать, что этим узором вы сможете связать юбку для себя, то есть на взрослую женщину, на девушку. Он такой универсальный и можно вязать не только юбки, но еще какие-то джемперочки, свитера. Я также уверена, что этот узор подойдет мужчинам. Вот так, вот например, если связать какой-то жилет или что-то такое, ну очень красивый. Обещала вам, что будет мастер-класс, но для мастер-класса я возьму совсем другой узор. Техника вязания останется прежней. Расскажу, покажу, как вот делать такую кулиску, да. Потом расскажу, как закрывать низ юбки. У меня уже длина, в принципе, достаточная. То есть я не хочу, чтобы она была длинная, такая летняя, короткая юбочка для девочки. Ну, как обычно, я не вижу там до колена или там за колено. Это не наш вариант, поэтому будет короткая юбка, которую можно носить с летним топом, там маечкой, всему тому подобное. Так, вяжу, кто не знает, из пряжи Газал Баби Коттон. Это мой любимый полухлопок. Конечно, будем много из него вязать этим летом. Будут и майки, может, будут какие-то детские летние платья, потому что для себя уже платье я связала по типу Хейверт. Я оставлю вам подсказку в верхнем правом углу, где я рассказываю, как вязала платье из этой пряжи. И там очень интересная регланная линия. Я вам рекомендую посмотреть, и вы вдохновитесь, и можете связать что-то похожее, схожее. То есть все, что вы захотите. Так, у меня ушло два моточка. Вот это уже третий. Смотрите, на моталке он так выглядит. И вот наша длина. Не пугайте, что здесь сильно широко. Нет, здесь будет резиночка. Изначально так хотела. И, в принципе, я же вяжу не на один год, не на два. Ну, чтобы она носила, пока пряжа не сотрется. Ну, или пока она не вырастет с этого размера, с этой длины. Вот, вязала на спицах номер 3, сейчас перешла на спицы номер 2 и делаю закрытие. Как делаю закрытие, это все вам расскажу в мастер-классе, в достаточно подробном. Так что не переживайте, вы сможете связать. В мастер-классе я буду вязать юбку для своей младшей дочки. То есть я вам дам расчеты на юбку. На рост 140 сантиметров и на юбку 122 сантиметра. Может, 128. Ну, где-то так. Это очень красивый песочный цвет. В предыдущем видео я говорила номер этого цвета. Сейчас, к сожалению, этикетку вам не найду. Так что, кому уж очень он понравился, то, пожалуйста, придите к моему предыдущему видео. Там на заставке именно вот эта юбка начала. И там все я рассказываю достаточно подробно. Вот такие мои продвижения. То есть сегодня уже будет работа готовой. И будет фото в инстаграме, где я оставлю схему этого узора. Потому что многие просили. Пожалуйста, мне не жалко. Так что переходите, вяжите с удовольствием. Кто может начать без меня. Так, дальше я хочу показать кардиган, который я тоже немало провязала. Так, пусть так вот все будет. Так, это кардиган малина, который я вяжу на размер 48. Вот так он выглядит. И вот столько я уже провязала после кармашка или после кулиски. По этому кардигану у меня будет мастер-класс. Точнее, видеоописание, где я покажу, как делать вот эту кулиску, чтобы она была достаточно аккуратной. Чтобы вам легко было поднять вот здесь петли. Мне кажется, очень аккуратно и хорошо подходит этот способ к этому узору. Так, когда я в предыдущий раз вам показывала, где я остановилась. Вот этот маркер. То есть у меня было связано вот столько и столько я уже провязала. Ушло три моточка. Сейчас я хочу, что я хочу сейчас делать. Хочу начать вязать рукава с двух оставшихся мотков, потому что рукава я буду вязать сразу два на круговых спицах. У меня есть очень хороший мастер-класс. Оставляю вам подсказку. Много раз оставляла, но все равно зрители приходят. Вот, и очень классный способ. Мне всегда тяжело начать вязать один рукав. Я понимаю, что после первого рукава идет второй, и это меня немного напрягает, и желание вязать совсем пропадает. А вот с этим способом я знаю, что если сяду, я сразу свяжу два рукава, и не нужно будет настраиваться на второй. И, в принципе, меня все устраивает, и мне этот способ нравится. Он вяжется достаточно быстро, то есть он вяжется, а не вяжутся, рукава достаточно быстро. Поначалу, когда вы можете смотреть видео, окажется как-то сложно, непонятно, но когда вы начнете по моему мастер-классу вязать, вы поймете, насколько это легко и просто, и даже может какой-то степени легче, нежели бы вы вязали один рукав. Потому что для двух рукавов вы можете взять спицы длиной 80 сантиметров, метр, и вы с легкостью будете их так передвигать, то есть очень классно. Так что, дорогие друзья, как и обещала, сегодня у нас четверг, в пятницу кардиган будет готов. Я поставила себе задачу, сколько же можно расслабляться, сколько же можно ныть, что нет вдохновения. Вот оно пришло, может я его сама как-то взбудоражила, может так сказать, но оно есть. Я хочу вязать, у меня на данный момент всего 2 готовых работы за апрель месяц, но мне нужно хотя бы 4, я это понимаю. Будет у меня, вот первая работа, это Хейвард из Ярнард Флауэрс, потом вторая готовая работа, которую вам сейчас покажу, это джемпер для моей старшей дочки, потом будет юбка и затем кардиган. То есть немаленькие в принципе работы, но все равно хочется больше, чтобы вас как-то вдохновить. Вязать, не нужно мало вязать, нужно много и быстро. Поэтому вот такие мои продвижения. Очень нравится этот кардиган и я хочу, наверное, еще один связать, может уже другим узором, но по тому же принципу. То есть будет вот эта кулиска, будет вязаться он от воротника, немного будет удлиненная регуанная линия и узор, конечно, будет лучше, нежели вот этот. То есть я стремлюсь к лучшему, вот как-то так. Рукава будут, конечно, широкие, немного удлиненные, но мне будет классно. Даже когда я его примерила, вот когда у меня было вот столько связанных, чтобы увидеть, какую мне нужно вязать еще высоту или длину этого кардигана, хочу связать его до колена. Если, конечно, хватит пряжи, то может за колено, но в принципе это не важно. И муж, когда увидел, он оценил, то есть действительно классная вещь. Он редко когда меня хвалит, но вот это стоит его похвалы, конечно. Вот так, дорогие девочки. Так что скоро будет мастер-класс, видеоописание и буду вязать кардиган для своей старшей дочки. Другим узором очень классным. Сейчас я хочу написать схему, уже такие наброски есть, но нужно это все привести в порядок. И тоже будет кулиска, то есть там будет подробный мастер-класс. Можете вязать по этому мастер-классу, то есть вы просто будете немного длиннее вязать воротник и немного больше набирать петель. Принцип вязания остается тот же, как мы вязали с вами кардиган София. Тоже на него оставлю подсказку. Очень красивый, эффектный, но одно скажу вам, что нужно делать не только прибавки вот с этой стороны регланной линии, но еще по краю полочки. Вот так. Кстати, вот здесь, что пустое место, я хочу крючком провязать воздушные петли, косичку. Ну вот что-то в том роде. Может так и останется, в принципе, неплохо, конечно. Может какую-то контрастную. Сделаю вставку. В принципе, классный будет вариант. Может какой-то вот в цвет ленты. У меня же есть пряжа вот такая, что я вяжу. Юбку. Можно цвет ленты. Они вообще схожи. По оттенку. Вот. Будет такая контрастная лицевая линия, лицевой ряд. Как хотите, так и называйте. В принципе, идея очень классная. Вот сейчас только что с вами общалась, да, как бы вам рассказывала ни о чем. Но пришла такая классная идея. И это будет как минимум отлично, я считаю. Вообще. Почему я раньше не додумалась. Да, у меня пряжа останется. Это легко воплотить в жизнь. Так что, наверное, так я и сделаю. Будет какая-то изюминка этого кардигана. Конечно, он сам такой необычный. Но, тем не менее, это будет еще такое... В принципе, нигде такого не видео, но здесь будет хорошо. Вот так, дорогие друзья. Дальше покажу вам джемпер, который я постирала. Повязала из бобинной пряжи для своей старшей дочки. Вот. Он такой приятный. Он такой классный. Я даже вам не могу передать словами. Это нежность. Это такая воздушность. Мягкость. Как смотрится узор. Петли все стали на свои места. Это, конечно, мне кажется, даже, что он немного подвалялся. Но совсем-совсем немного. Ну, вообще, такой классный. Хочу сделать побыстрее фотографии. Оставить в инстаграме. Вот. Смотрите. И вот лицевая гладь. То есть, петли настолько ровные. Если у вас есть рядность, то вам нужно попробовать вязать из бобинной пряжи. То есть, это очень-очень классно. Вот мои рукавчики. Все вот настолько приятное. Насколько все ровное. Я, конечно, в большом-большом восторге. Вот. Смотрите. Все ровненько. Все аккуратно. И будет очень-очень тепло. Я в этом уверена. Хочу спрятать кончики. Не переживайте, что они еще не спрятаны. Просто он сегодня утром только высох. Спрячу. И дочка будет носить его с большим удовольствием. Под джинсы я считаю отличный вариант. Да. Вот так. И покажу вам спинку. Вот. Очень классно. Если у меня будет возможность, то я еще закажу вот эту пряжу. Но после карантина. И свяжу, наверное, младшей дочке. И хочу связать мужу свитер. Может, еще и старшей доченьке свяжу. Дабы был какой-то яркий цвет. Такой более девчачий. Ну, это я хотела, чтобы был универсальный свитер. Такой базовый. Гардероб ей создать. Ну, вот. В принципе. Так. Как-то. Я очень, конечно, довольна этой работой. Прям. Это того стоило. Вот. Что я вам хотела показать. Что я вам хотела рассказать. Хочу также напомнить, что у нас есть визуальное сообщество. Вайбере. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Переходите. Будем с вами общаться. Делиться каким-то опытом. Фото. Процессом. Готовых работ. То есть, я этого ничего не против. Хочу, чтобы девочки общались. Дальше. Жду вас в инстаграме. Ссылочка тоже будет внизу в описании под видео. Я сменила название аккаунта. Не пугайтесь. Все нормально. У нас сейчас такая ситуация. Все дома. Как, в принципе, наверное, и у всех. Но я как-то смирилась с тем, что дома дети. Но сейчас дома и муж. И хочу вам сказать новость. Что я решила на моем канале. Так как многие были не против. Два раза в неделю будет выходить влог о моей жизни. То есть, там будет присутствовать вязание. Но не в полной мере. Как вы привыкли. Все остальное остается. Мастер-классы. Какие-то вязальные влоги. Все это будет. Просто, если вам не захочется смотреть мой влог о жизни. Вы просто это видео не смотрите. Не отписывайтесь ни в коем случае от моего канала. Вы остаетесь со мной. Мы с вами вяжем. Просто я хочу, чтобы чаще выходили видео. Есть такая возможность. И хочу как-то разнообразить твой канал. Как будет дальше, я не знаю. Если вдруг там видео не будет набирать тысячу-две тысячи просмотров. Все, я прекращу. Больше не буду снимать их. Будет только-только вязание. Но я хочу с вами знакомиться ближе. Чтобы вы меня узнавали. В принципе, может я кому-то интересно не только как вязальщица, но еще как человек. На этом буду прощаться. Желаю вам хорошего настроения. Пишите ваши комментарии. Сдавайте ваши вопросы. Пишите, что вы вяжете. Что вы закончили вязать. Сколько работ в этом месяце готовых у вас. Мне это все очень-очень интересно. Думаю, что в скором времени на инстаграме будет прямой эфир. Но сейчас его сложнее делать. Может где-то после девяти буду выходить к вам. Ну а днем это невозможно. Невозможно. Днем вяжу, готовлю кушать, убираю. Вся прям такая занятая. Помните, что вас люблю, ценю. И всем пока-пока. Продолжение следует.